Оказывается, большой процент российских долгожителей живет не только в горах или у моря. По количеству людей высокого возраста Ненецкий округ может посоревноваться с Кавказом. Каждый четвертый житель нашего округа является представителем высокого возраста. Самому старшему 98 лет. Всего в регионе сегодня проживает более 60 человек, переступивших 90-летний рубеж. В гостях у представительницы высокого возраста побывала наша съемочная группа. Мать-героиня. Вот орденом она награждена, мать-героиня. Добрая была? Добрая у нас мама была, очень добрая. Вера Васильевна Кожевина показывает нам любимую фотографию мамы из семейного альбома. В гости долгожительница пригласила нас по важному поводу. 2 октября ей исполняется 90 лет. Родилась женщина в 26-м году в Уссилемском районе республики Коми. С раннего детства Вера Васильевна знала, что такое тяжелый труд. В 11 лет я возила почту за 300 километров вверх, туда до Хабарихии, и обратно вниз. Тоже 30 километров такое расстояние. А одна возили-то? Одна. А кто будет еще возить? Ничего себе. Одна. Запрягаю лошадь. Отец меня научил лошадей запрягать. Я умела их хорошо запрягать. Любила на них ездить. Слушались они вас? Слушались вас лошадей? Слушались. Как еще слушались-то? Потом в семье случилась беда. Тяжело заболел отец женщины. Так как врачей в деревне не было, его решили направить в Наринмар. Вот он поехал на операцию сюда, в Наринмар. Максимановой. Она тогда была хирургом. Она его посмотрела, говорит, ой, Василий Григорьевич у вас, говорит, такая болезнь, что все равно под ножом умрешь. Нельзя операцию делать. А так живи сколько сможешь. Но только под наблюдением врачей здесь должен ты жить. В деревне же врачей не было. Так и остался в окружной столице отец Веры Васильевны. А следом перебралась многочисленная семья. Жена с десятью детьми. Здесь в округе застала их война. Тогда работать пошли все, от мала до велика. Свой трудовой долг исполнила и 15-летняя Вера. Мне дали лошадь, транспорт. Пошла работать. Тускала мешки, дрова. Хлеб сначала возила утром рано. С шести магазина тогда работали, часов утра. И я вставала полпятого, вставала, бежала лошадь напрягать. Грузила хлеб и везла в козёрт. Увезу, всё это сделаю. За дровами надо ехать. Дров не было, войны никаких. Ведь двор был пустой у нас всегда. Чего привезём, распилят, то и стопим. Ой, как тяжело. Конечно, мужчину ни одного не было. Весь тяжёлый труд, весь на наших плечах был. После войны, говорит долгожительница, жилось тоже трудно. В округе была установлена карточная система. Хлеба не хватало. Хлеба не хватало. Чего ездили, там 300 грамм давали. А мне тут хоть рабочая карточка. Я получала 700 грамм. Казалось, судьба девушку испытывала на прочность. На фронте погибли два брата. Не успела семья отойти от голодного военного и послевоенного времени. И тут новая беда. В 50-м году умирает отец Веры Васильевны. Работала наша героиня пекарем в Горыбкопе. Сначала в булочном, затем в хлебном цехе. Хорошим физическим данным девушки коллеги сразу нашли применение. На сушку меня потом поставили. Говорят, ты сильная, так мы тебя на сушку очень тяжело месить было. Как каменное тесто надо месить было. Пекарство-то где обучались? Там же на месте, да? Я учалась так, я день, знаете ли, на улице, на лошаде ездил. Потом с 11 до 12 обед был. А какой обед-то, что обедать-то было? Сбегаю воды, попью дома, да и всё. Такую трудолюбивую и статную девушку не мог не заметить городской парень Владимир Кожевин. Это я шла по дороге с работы, а он на лыжах ехал. Едет на лыжах и меня так вот в оборот как взял на лыжах. Я говорю, ты что, парень, с ума сошёл, говорю, что ли? А он не с ума сошёл, он влюбился. Долго ухаживал за строптивой красавицей и, наконец, получил долгожданное согласие. В браке у семьи Кожевиных родились двойняшки, сын и дочь. Вера Васильевна – богатая бабушка, у неё трое внуков и столько же правнуков. Она ветеран труда, имеет множество дипломов и наград. И просто уникальная женщина. На вопрос, в чём секрет долголетия, представительница высокого возраста отвечает просто. Я, наверное, много работала, рада стала работать. Ну, от этого ли что ли, сама не знаю. Все удивляются, люди, что так молодо выгляжу. В свои 90-е Вера Васильевна не только прекрасно выглядит, но и ведёт активный образ жизни. В этом году ещё ездила, вот мороженку собирала немножко ещё, потом брусники собрала. Они пока бегали за грибами, я в то время брусники насобирала. Ещё три банки привезла, так сварила варенье. Я не люблю сидеть там много. Хожу, надо развиваться, ходить, а как не ходить-то? А ещё женщина помогает 91-летней соседке. Ухаживает за ней, покупает лекарства и продукты. Ходить-то не может, плохо ходит. Так я вот ей газету заношу из ящика, и всё, и она мне всё говорит. Живи долго, не помирай, говорит, смотри. Как нам без тебя, говорит. Вера Васильевна смеясь говорит, что просьбу соседке обязательно выполнит, ведь в 90-е жизнь только начинается. Теперь только жизнь началась хорошая. Жить бы только так уже время, не позволяя больше жить-то. Возраст уже. Сейчас все условия уже есть, да? Все условия, и пенсия хорошая у меня, и хватает всё мне. И дети хорошо относятся ко мне, и всё, не жить, жить да и жить только. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал Север.